Здравствуйте! Понедельник, 19 октября. И начало новой рабочей недели с вами встречает программа Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса. События. Люди. Мнения» в студии Олеся Пшененко. Сегодня из нашей программы вы узнаете о том, какие ограничения действуют в спорте и что тренироваться теперь можно либо же на улице, либо индивидуально. Также мы расскажем вам о том, что октябрь – это месяц здоровья женской груди и что врачи Северокурзомской региональной больницы призывают женщин позаботиться о своем здоровье. Эти и другие новости в сегодняшнем нашем выпуске. Октябрь – это месяц здоровья и профилактики женской груди не только в Латвии, но и во всем мире. Его начали проводить в 1985 году. И цель всего этого – информировать общество о различных аспектах, связанных с раком груди, диагностике, лечении, профилактике болезни. Мы побывали в Северокурзомской региональной больнице и узнали, почему каждая женщина должна выделить время на проверку груди, на мамографию и позаботиться о своем здоровье. Мамография – это одна из важнейших методик при обследовании женщин, поскольку при этом очень небольшое количество радиации. И в реальном времени у нас есть возможность получить полную информацию, как выглядит грудь. Конечно, женщины сами должны себе проводить пальпацию груди. Это нужно делать раз в неделю. И в случае, если женщина нащупает что-то, чего раньше у нее не было, и это волнует ее, ей необходимо обратиться к врачу и сделать сценографию или же мамографию. Зачем это делать? Как мы знаем, женщинам в возрасте от 50 и до 69 лет раз в два года государство присылает письмо-приглашение на скрининг-мамографию, которым обязательно нужно воспользоваться. Получав письмо-приглашение, женщинам не надо обращаться к своему семейному врачу за направлением. Имея на руках это письмо, нужно посетить ближайшее медицинское учреждение и сделать скрининг груди. Такое письмо-приглашение на обследование груди гарантирует со стороны государства бесплатное прохождение этого обследования. Венспилсы такие медицинские услуги доступны и в поликлинике, и в северо-курзомской больнице. Единственное, что необходимо сделать заранее, ввиду того, что в стране введены различные ограничения из-за COVID-19, это позвонить в регистратуру и записаться на определенное время. О здоровье своей груди должны заботиться как женщины в возрасте, так и молодые. У женщин моложе 50-ти также могут возникать уплотнения в груди, и сонография помогает оценить ту часть груди, где есть эти уплотнения. И мы можем провести маммографию также. В северо-курзомской региональной больнице у медицинского оборудования для маммографии есть еще одна дополнительная функция. Это томосинтез, который позволяет эти уплотнения в груди дополнительно обследовать и дает возможность оценить, это только уплотнение кожи или же это небольшое новообразование. И как мы знаем, чем быстрее мы констатируем проблему, чем быстрее женщина обратится к врачу, тем быстрее будет найдено решение, и все будут жить счастливо. Женщинам необходимо также помнить, что идеальное время для проведения маммографии – это период между пятым и десятым днем цикла. Это касается женщин с нормальным циклом и тех, кто использует гормональную контрацепцию или же проходит лечение гормональной терапией. Также надо помнить, что перед обследованием нельзя пользоваться дезодорантами и духами. Большое количество исследований показывает, что одним из важнейших условий, как женщина может защитить себя, – это своевременное обследование груди. Поскольку в тот момент, когда женщина что-то нащупала у себя в груди, тут же надо идти и решать проблему. И наша цель – найти еще совсем маленькую опухоль. И маммография – это золотой стандарт для этого. Никто пока лучше ничего не придумал. Это пока самый лучший вариант, как можно найти небольшую опухоль. И в северокурзамской больнице есть для этого уникальное оборудование. Итак, что же должна помнить каждая женщина? Необходимо регулярно, самостоятельно проверять грудь. Использовать предоставляемую государством бесплатную возможность пройти скрининг здоровья груди. Например, в Венсполской больнице. Если получено письмо с приглашением, обязательно проконсультироваться с врачом и пройти обследование при появлении каких-либо изменений. Необходимо делать ультрасонографию молочной железы, маммографию и различные другие исследования. Если болезнь обнаружена на ранней стадии, ее можно излечить. Поэтому, женщины, отнеситесь серьезнее к своему здоровью. В Венсполсе совсем недавно прошел семинар по обмену опытом на тему «Сколько гигабайт может вместить опыт работы с молодежью?» Первый день участники собрались в Доме молодежи, где им рассказали об организации повседневной работы с молодежью программы «Венсполс – молодежная столица Латвии-2020». Также участники ознакомились с различными цифровыми инструментами, которые используются ежедневно. «В первую очередь, тем, кто работает с молодежью, необходимо знать, что же это такое – социальные сети. Что молодежь там делает, что другие люди там делают, какое содержание публикуют различные организации. И, конечно, они сами должны уметь создавать и уметь использовать эти инструменты, чтобы могли свою информацию выкладывать в таком современном формате». На семинаре можно было присутствовать очно, но также участники могли подключиться и принять в нем участие удаленно. Программа второго дня была более творческой. На практическом семинаре можно было приобрести ряд навыков. Например, попробовать при помощи визуальных эффектов создать плакат, а также научиться тому, как при помощи инфографики интересно донести информацию до молодежи. «Только при помощи текста это делать в наши дни мало. Недостаточно уже и добавления визуальной афиши». Семинар проходил как практическое занятие, на котором можно было поделиться опытом и задать интересующие вопросы. В наше время обычные графики уже не так часто используют, заменяя их различной инфографикой. «Диаграммы себя практически изжили. Инфографика – это диаграмма, которая рассказывает числа, цифры, величины. Но человек, когда это видит, действительно способен воспринимать и ощущать, что там заложено». Также обсуждались такие темы, как дигитализация, безопасность в интернете, этика, использование социальных сетей и актуальные вопросы, связанные с молодежными социальными сетями. Этот семинар был организован Венспилским домом молодежи в сотрудничестве с Венспилским дигитальным центром при софинансировании Министерства образования и науки в рамках Государственной программы молодежной политики и самоуправления Венспилса. С 17 октября по 6 ноября на все территории страны были введены дополнительные меры безопасности для того, чтобы ограничить распространение коронавируса. Очных занятий по интересам и художественной самодеятельности для взрослых и детей в группах больше не будет. Заниматься можно только индивидуально. Вот некоторые из ограничений, которые были введены в спорте. «Отменены все тренировки в помещениях. Разрешены индивидуальные тренировки. Один тренер, один ребенок. Или же несколько детей из одной семьи и один тренер. Также разрешено тренироваться профессиональным командам. Баскетбольному клубу Венспилс, футбольному клубу Венспилс. Разрешено как тренироваться, так и проводить соревнования. Но у детей на данный момент до 6 ноября такой возможности нет». В помещениях тренировки могут проходить только индивидуально. Групповые занятия спортом можно проводить вне помещений на воздухе или же дистанционно, без использования общих раздевалок. «У нас нельзя использовать спортивные раздевалки, кроме раздевалок бассейна. И мы призываем родителей не отказываться от бассейна, приводить детей. Сейчас каникулы. Не надо сидеть дома. Вместе у нас все получится». Эти требования также распространяются и на спортивные клубы, кроме латвийских взрослых команд и команд высших лиг. «Клубы не могут организовывать тренировки, но они могут рекомендовать индивидуально детям тренироваться. Открыт плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, ледовая арена. И эта неделя – неделя каникул. Дети могут приходить и индивидуально кататься на коньках, заниматься и шортреком, и хоккеем. Так что базы открыты, нам нужно просто адаптироваться к этому». Так как проведение спортивных мероприятий запрещено, на данный момент всех и каждого призывают заниматься спортом индивидуально. А во время школьных каникул активно пользоваться бассейном, катком, уличными тренажерами и велосипедными дорожками. Во время этих занятий на олимпийских базах маски для лица использовать не обязательно. Спортивные соревнования отменены, но есть возможность проводить тренировки на открытом воздухе до 30 человек. Соблюдая дистанцию в 2 метра. Люди уже весной к этому адаптировались и знают, как это. Осенью пока погода нам позволяет. Тем более, что есть где тренироваться. Можно использовать парк приключений, сад Ренька. Тем более, тренер знает, что ему надо делать, и все будет хорошо. Сейчас управление спортом получает очень много звонков. Люди спрашивают. Ведь в нашем городе много различных видов спорта, и у каждого своя специфика. Теоретически, площадь спортивных баз Венспилского олимпийского центра настолько велика, что места хватило бы для тренировок групп в режиме соблюдения дистанции. Но закон один для всех. Самые большие потери несут те виды спорта, которые связаны с тренировками на льду. Потому что арендовать лед для индивидуальных занятий не представляется возможным. Поэтому для этих спортсменов будут проводиться другие виды тренировок. Сейчас ведутся острые дискуссии о видах спорта, связанных со льдом. Например, часть из них, как керлинг, это индивидуальные виды спорта, и там возможно соблюдать дистанцию в два метра. Но, к сожалению, следуя принятым решениям Кабинета министров, сейчас это невозможно. В это время нам всем нужно много гулять, дышать свежим воздухом, не надевая на улице маски, и укрепляем иммунитет всеми возможными способами. Это были все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Субтитры создавал DimaTorz Субтитры создавал DimaTorz Субтитры создавал DimaTorz Представители руководства города ответят на вопросы венспилсчан на русском языке. Тема беседы – социальные пособия, льготы и скидки, предоставляемые венспилским городским самоуправлением. На вопросы ответят председатель венспилской городской думы Айвар Лембергс и заместитель председателя венспилской городской думы и член комиссии по социальным вопросам DidThisOceanX. Вопросы можно задавать на портале венспилс.лв и на портале рус-вентасбалс.лв. Также можно их отправить на адрес электронной почты ктвт.эдкурзам.ств.лв. В рабочее время вопросы принимаются по телефону 63-601-114. Во время трансляции вопросы будут приниматься по телефону 63-627-360 и 291-853-71.